Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Братья Уинклвы судвоили свою ставку на то, что биткоин будет стоить 500 тысяч долларов. Citibank, банковский гигант, заявил, что биткоин движется к цене в 318 тысяч долларов к концу текущего года. JP Morgan говорит, что 650 тысяч долларов это вполне вероятная цена. И, наконец, график Stock-to-Flow Ratio показывает, что к концу 4-летнего цикла биткоин будет стоить 290 тысяч долларов. Существует сотни предположений, и смысл этих прогнозов теряется в информационном шуме. Сложно понять, кто говорит о цене через год от текущего момента, а кто имеет в виду цену через 10 лет. Однако одна вещь практически гарантирована. Похоже, мы все еще очень далеки от цены настоящего булрана биткоина. В сегодняшнем видео я дам вам новый прогноз по биткоину, официальный мой прогноз, и расскажу, почему я обновил свои прогнозы по этой монете. Итак, это была середина 2020 года, когда многие уже не были уверены, что булран биткоина вообще состоится. Даже я уже начинал подумывать о том, что есть шанс того, что мы ошиблись. Практически весь 2020 год я раздумывал о том, а сделал ли я правильный ход. Возможно, мне уже пора было начинать заполнять заявку на работу в каком-нибудь Макдональдсе. Вложение всего моего будущего в криптовалюту могло иметь крайне неприятные последствия для меня. Но глубоко внутри себя я верил в криптовалюту. Я знал, что я верил в биткоин. Вы можете не любить меня, но, возможно, даже мои хейтеры согласятся. Я всегда стараюсь держать максимально высокую планку. Если я что-то делаю, я всегда стараюсь сделать это на максимум. Я не могу делать что-то, во что не верю. Также я не могу сдаться, когда моя вера особенно сильна. Так что, как делают и многие люди, когда у них появляются сомнения насчет чего-то, я начал задавать вопросы. Я смотрел на графики историю биткоина. Закопался в это очень глубоко. Думаю, даже глубже, чем абсолютное большинство ютуберов делали это до меня. Я очень хорошо изучил циклы биткоина. Я мало спал, мало ел до тех пор, пока эмпирически не пришел к тому, во что я верил. Пока я восстанавливался после этого периода, я начал делать предположения и прогнозы, основанные на том, что я нашел и выучил. Угадайте, что я выяснил. Оказывается, я, как биткоин-максималист, был прав все это время. По крайней мере, насчет биткоина. Если вы тоже биткоин-максималисты и были на этом канале хотя бы года два, то вы знаете это. Но кое-что заставило меня изменить мои взгляды на будущее биткоина. Вот что удивило меня. Движение, которое мы увидели после того, как биткоин установил новый исторический максимум, было намного более бычьим, чем любое движение, которое мы видели даже в 2017. В текущем булране мы видели, как биткоин просто взорвался после пробития предыдущего исторического пика. Он сделал почти 76% за 17 дней, прежде чем настала хотя бы какая-нибудь коррекция. Давайте сравним это с тем, что было в 2017 году, когда биткоин тоже пытался преодолеть предыдущий исторический максимум в то время. В 2017 году было два случая, когда биткоин пытался установить новый исторический максимум. Первый раз был в январе. Вот он. Но в тот раз цена почти моментально отскочила от этого уровня, даже не успев до него дойти. И сопротивление было колоссальным. Давайте же посмотрим на то время, когда биткоину почти удалось установить исторический максимум на какой-то короткий период времени. Этот раз случился в марте 2017 года. Даже если вы привыкли измерять рост или падение цены по теням свечей, то, грубо говоря, биткоин вырос всего лишь на 16% после преодоления предыдущего исторического пика. Вспомните, на этот раз это было 75%, тогда это было 16%, сейчас это 75,8%. И даже тогда, как вы можете видеть на графике, цена биткоина все равно снова упала ниже максимума 2013 года, который обозначил синий горизонтальной линией. После того, как биткоин впервые добрался до нового исторического пика, для того, чтобы вырасти на 70% после этого, ему понадобилось целых 5 месяцев. Здесь 17 дней, а здесь 5 месяцев. Текущий тренд имеет настолько бычий настрой, что движение 2017 года начинает казаться несущественным для биткоина. Может быть, поэтому буллран 2013 года был лучшим индикатором того, как себя должен вести биткоин. Я знаю, в это сложно поверить, но когда-то биткоин стоил 4 доллара, 12, 10 долларов. Я изучил этот цикл биткоина целых два раза. Это буллран с декабря 2012 по 2013 год, когда биткоин устанавливал свои новые максимумы. Первый крошечный круг, который я здесь нарисовал, показывает фактическое движение биткоина, во время которого он вырос на 5% за неделю до своего нового исторического максимума. А затем он отскочил вниз. Точно такое же движение, которое мы видели во время буллрана 2017, вот здесь, и во время буллрана 2021, вот здесь. Однако, кажется, что события буллрана 2013 года во время установления нового максимума более похожая на текущую ситуацию, тогда не было никакого сопротивления. Как только цена взлетела выше предыдущего максимума со второй попытки, она больше никогда не возвращалась назад. То же самое мы видим и сейчас. А что случилось в 2013 году? Да так, всего лишь движение в 1900% за 3 месяца. Такое же движение сейчас унесет биткоин до 360 тысяч долларов. Очевидно, что чем меньше капитализация, тем проще движение. Но если мы измерим лишь тела свечей вместо их теней, это все равно даст нам x10. И цену биткоинов в 200 тысяч долларов. Но вам необходимо понять, что это была лишь первая часть того буллрана в 2013 году. Вот эти 10x до тела свечей, это была только первая часть. Теперь вот этот скачок выглядит совершенно невнушительным. Эти огромные взлеты и пики выглядят совсем маленькими. А на глобальной картине их вообще не видно. Вот они, посмотрите сами. Вот это вот оно. Очевидно, что мы не будем говорить о биткоине по цене за 2 миллиона долларов именно в этом цикле. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, что в мире просто нет столько денег, как минимум тех денег, которые могут потенциально перейти в биткоин без разрушения рынка акций, рынка недвижимости или еще каких-то рынков. Если мы увидим лишь 25% движения 2013 года, то только лишь это доведет биткоин до цены в 500 тысяч долларов. Поэтому, если люди говорят о том, что биткоин поднимется выше 500 тысяч долларов, то математика и экономика таких прогнозов просто не имеет смысла в данный момент. Короче говоря, если мы уйдем выше 500 тысяч долларов, то скорее всего это просто станет длинной тенью свечи, основанной на маржинальной торговле. По моему мнению, на данный момент нет никакого способа, при котором биткоин мог бы достигнуть и держаться выше 500 тысяч. Тем не менее, братья Уинклвас удваивают ставку на биткоин за 500 тысяч долларов. Но когда вы читаете эту статью, вы понимаете, что речь идет о следующем десятилетии, а не о текущем цикле. Иногда бывает сложно понять многих людей, предсказывающих цену биткоина, а именно о каком временном промежутке они говорят. Мы слышим прогнозы по типу «миллион долларов», но никто не говорит про то, что это произойдет именно в этом году. Однако есть и прогнозы, которые относятся именно к этому булрану, что он закончится на отметках 100 тысяч, 200 тысяч или даже 300 тысяч долларов. Все это должно якобы произойти в этом году. Модель Stock-to-Flow Ratio показывает, что к концу этого четырехлетнего цикла цена биткоина будет составлять 290 тысяч долларов. Но вот в чем суть, ребята. Как мы видим, цена биткоина старается держаться у модели. Это зеленый график. Забеги выше к новым историческим пикам цены биткоина обычно заставляют цену биткоина возвращаться назад. Точно так же, как и провалы цены ниже этой модели заставляют цену повышать. Как вы видите, сейчас мы поднимаемся выше установленной или предполагаемой ценовой точки. Именно здесь я и сделаю свой новый прогноз цены биткоина на 2021 год. Когда я смотрю далеко вперед, я вижу три определенные цифры, которые удовлетворяют моим умозаключением. Во-первых, это 290 тысяч долларов к концу цикла по модели Stock-to-Flow Ratio. Вторая – это прогноз сети банков 318 тысяч долларов, который они специально сделали к концу 2021 года. Он содержался в слитом документе, который даже не предназначался для общественности. Эти ребята сделали свои серьезные исследования. И, наконец, третья цифра, на которую я смотрю, это 360 тысяч долларов. Ведь это 18 иксов от крайнего исторического максимума биткоина. 18 умножаем на 20 и получаем 360 тысяч долларов. Откуда взялись 18 иксов? Это тот же показатель, который показал нам последний булран 2017 года. Сложим эти три цифры вместе, разделим на 3 и получим 322 тысячи долларов. Именно эта цифра является моим новым предположением для цены биткоина. Но давайте смотреть в лицо фактом. Этот булран является намного более бычим, чем какой-либо. И это говорит о многом. Я хочу быть с вами откровенен. Для меня очень тяжело не говорить о более высоких цифрах. Я же биткоин-максималист в конце концов. Моё подсознание говорит мне о 400 тысячах, о 500 тысячах долларов. Но очень сложно определить, сколько в этом прогнозе заложено эйфории, которую я чувствую. От недавних пампов. А я её чувствую. У нас может быть период бокового движения, которое будет сдерживать булран. И я думаю, что будет необходимость внести коррективы в такой крайне смелый прогноз, который ни в коем случае не является финансовым советом. Также я не хочу просто кидаться очень большими ценами на биткоин, так как люди ещё подумают, что покупать по таким ценам с шестизначной цифрой – это отличная идея. Правда, вот в чём. Если вы упустили биткоин, прежде чем он достигнет этих шестизначных цифр, скорее всего, вам, наверное, всё-таки стоит отказаться от идеи его покупки. Мы же хотим быть достаточно умными, чтобы выпрыгнуть из биткоина до его падения. Но сразу же, предостерегая все вопросы, скажу вам, конечно же, полностью выскакивать из биткоина я ни в коем случае не собираюсь. Ни за какие деньги. Какие-то монеты у меня останутся навсегда. В наследство. Моим внукам. На этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. На этом канале мы практически каждый день обозреваем криптовалюту. Ну, иногда я делаю небольшие паузы, потому что я, блин, не робот. Простите меня за это. А также поставьте лайк. Мне всегда очень приятно, правда? А канал это помогает расти. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Комментируйте, делитесь видео с друзьями. И, конечно же, богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!